ну и какая же sega без sonica без sonica sega это не sega привет ребят и так извечная тема что же выбрать эмулятор или реальную sega ну я конечно выбираю реальную sega сейчас объясню почему потому что на эмуляторе меня хватает на две-три минуты игры но не интересно мне просто сидеть на компе и играть сеговские игры мне вообще в компьютере вообще в игры практически не интересно играть sega sega же другое здесь идет погружение как бы в детство возврат в детство вы именно берете вот этот джойстик старый старую приставку этот процесс само подключения но единственное конечно у меня новый телевизор это хочу его купить поменьше поменьше примерно вот как монитор на компьютере по размерам все от того что на sega разрешение не очень высокая телевизор большой поэтому картинка растянутая надо поменьше телевизор и все будет вообще супер столько надо выбрать будет телевизор которого цветопередача вот ярко сочная они разные бывают телевизоры надо в магазине прямо выбирать ходить смотреть то есть нельзя первый попавший собрать телевизор именно на хороший взять телевизор с хорошей цветопередачи чтобы было вот знаете как помните как советские телевизоры я не только советские вообще электронно-лучевые телевизоры на них была картинка ярко-сочная вот эти цвета все да и нам казалось когда мы подключались sega dendy что он как мультик прям и нас это вот ну вставляла нас это вообще классно меня лично это перло мне я после тех старых электронно-лучевых телевизоров как глянул вот на такие подумал что как бы технологии никуда не шагнули что там телевизоре было лучше а лучше было почему потому что все было сглаженной были сочные цвета на некоторых вот этих современных телевизоров цвета не такие сочные вот на моем телевизоре допустим сочных цветов мало мало их практически нет они такие блеклые все какие-то а вот на компьютере на мониторе именно на эмуляторе если запускать эмулятор цвета очень сочные вот из-за этого я хочу взять телевизор поменьше выбрать именно с сочными цветами сочный цвет но цвет и передач что была хорошая ну ладно в общем поговорили немножко теперь давайте посмотрим игрушки давайте начнем с mortal kombat у меня здесь картриджи есть можно будет сейчас проверить посмотреть сравнить я буду запускать и на компьютере на эмуляторе и на телевизоре одновременно игры и будем сравнивать до плюсы какие еще теле иной эмулятора что у меня например хорошая аудиосистема выведена но музыкальный центр техникс от компьютера и у меня стерео звук соответственно но это можно все сделать из segi но это единственно будет паять провода выводить но ладно с этим можно справиться это тема для следующего видео одного из следующих видео а пока давайте перейдем к самим играм к самому интересному так сказать так mortal kombat любимая игра многих в том числе и моя любимая игра ну чтож давайте посмотрим как на телеке так но какой еще могу плюс отметить симулятора если кто вот любит прям в игры играть то фанат именно самих игр джойстик можно корпусу подключить любой из джойстиков правильно к снеге соответственно вот они одного стандарта идут джойстики не знаю конечно может быть сейчас новодельные есть какие-то но старые были одного формата оба но конечно плавностью segi а я бы сказал наверно не знаю но мне кажется на segi получше плавность чем на эмуляторе яс джек свинс это кстати же за джекса я играю ну ты скорбим ваще охренел побили но ничего сейчас я ему там все ну ладно давайте досмотрим уже вот не буду переснимать переигрывать кто победит тот и победит с итак это была реальная sega давайте теперь посмотрим на карта на компе си вот джойстик вот такой вот сейчас я даже вам приближу вот так вот сделаем видите цвета намного сочнее давайте также за джекса но договорились проблема из самого телевизора модели телевизора все-таки такой как у меня телек это слишком большой сочи поганая рептилия ты где чувак ни фигасе эй 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 ты чё вот урод вот урод блин не настроенный просто джойстик просто не настроенный джойстик эй эй ты чё не парни здесь моей вины нет это вот все джойстик виноват короче ладно давайте следующую игруху какую-нибудь сейчас и так гейм ту чряк джим первая часть погнали оба включаем е видите здесь также на компьютере вот по мне так цвета как-то по насыщенней по насыщенней цвета но вот плавность я вам скажу ну блин фиг знает не знаю сравнивайте сами плавность мне кажется что все таки на реальной серии поплавней все идет то может так может и мне кажется а когда кажется вы знаете что надо делать но я то не такой и и поэтому мне кажется ну и давайте еще несколько игр сейчас сравним так старая классная игрушка пираты темной воды dark water опять же вставляем волшебная кнопочка и погнали тень 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 так где чего так не понял ну что она не работает о все работает не надо тролли валли вот картриджу блин лет двадцать даже больше все работает хотят наверно китай старт левел до старт левел все вот мы ходим давайте теперь на комписе выберем также map screen зачем-то давай так да до старт левел старт левел о не знаю вот заметно вам разница или нету сочности прям вот для меня это самое главное вот не знаю даже так блин вот присмотритесь вот плавность на комписе и и сейчас на сеге я похожу блин да смотрите давайте одновременно вот вот я вот сейчас я прям могу с уверенностью сказать что на сеге плавнее идет на реальной сеге боксом с этим квадратизмом но идет реально плавнее смотрите да вообще классно да не 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 я прям вот сейчас в сегу в реальную играю я понимаю что это сега эмулятор я понимаю что это блин это эмулятор это не сега это реально эмулятор я понимаю там эмулятор доза на писюке можно играть в игры я там рубился в doom там еще в некоторые игры это это писюк просто эмулирует систему но это п.ц а здесь самое главное это атмосфера это уже как хобби можем сказать не вот намного плавнее смотрите давайте теперь на эмуляторе вот блин вот все равно поддергивание какие то есть и причем не на одном компьютере на это у меня и на других компьютерах и компьютер мощный стоит там ну как мощный айкор 730 3770 по моему не помню точно врать но такой хороший прям стоит айкор то есть эмулятор он по-любому должен тянуть что же давайте плавно перейдем к следующей игре к заключительной ну и какая же сега бессоника бессоника сега это не сега давайте в заключении посмотрим эту классную игруху и сравним включаем включаем нажимаем волшебную кнопочку и нифига выключаем достаем картридж включаем нажимаем волшебную кнопочку и да она работает но погнали кстати картридж у меня чисто японский чисто оригинальный от соника так не понял а это не я играю то блин вот теперь я играю погнали а а Классная игруха! Ну вот, все растеряли! Да блин! Блин, так бы и сидел в нее днями и ночами в эту игруху, и в школу бы не ходил! Блин, где мои 15 лет, парни? Очень давно не играл в эту игру, а вы сами все знаете, надо к играм привыкать, чтобы нормально в них играть. Ну, в заключении хочется подвести итог. Все-таки, что же лучше, телевизор с настоящей Sega, либо компьютер с эмулятором? Ну, каждый пускай решает сам для себя, что для него лучше и интереснее. Кому-то эмулятор, кому-то реальная Sega. Кто-то не хочет уже хранить дома весь этот хлам и предпочитает поиграть там, ну, немножко на эмуляторе. Я же предпочитаю, чтобы у меня где-нибудь в углу стоял небольшой телевизор с оригинальной Sega, как у меня. И у меня один вид этого уже, ну, доставляет кайф, короче. Я, как бы, все равно вспоминаю сразу детство, хорошие времена, все эти ностальгия, все дела. Ну, иногда можно сесть, включить кнопку и поиграть. Вот, ну, единственное добавлю, что надо телевизор поменьше, не как у меня. И самое главное для меня лично это цветовая передача, чтобы была очень хорошая. Ну, в общем, такое видео получилось. Кому понравилось, можете ничего не ставить. Кому не понравилось, можете ставить дизлайки. Или тоже ничего не ставить, мне вообще пофигу. Но вы посмотрели, а это самое главное. А, с вами был Саняга. Всем удачи и всем пока.